Всем добрый день! Я продолжаю ввести и снимать примеры по использованию симулятора, электрических схем, ну и как работают многие компоненты. Сегодня мы рассмотрим с вами такой довольно простой пример. Это как колебательный контур, получается LRS, который тут у нас идет конденсатор, сопротивление, получается катушка, источник питания, плюс ключ и получается у нас резистор, чтобы направлять уже сюда мощность. Так, запускаем схему и смотрим как у нас работает схема. Схема у нас показывает вот такой вот колебательный контур, смотрите, работает эта схема даже без включения к источнику питания. В ней будет копиться энергия, работать только по одной и той причине, что у нас очень много волн внутри, то есть в нашей планете, в космосе очень много волн, и они воспринимаются этим колебательным контуром. В основном они воспринимаются катушкой, ну и энергия хранится, получается, в конденсаторе, благодаря этому мы видим работу этого. Если мы включим всю эту схему в элементы питания, то мы тоже что получим. У нас есть более быстрое протекание именно в самой сети, то есть вот в этой цепи, но мы также видим, что у нас были колебания туда-сюда. Мы вот видим, что сейчас у нас получается, есть вот такой момент, когда у нас и конденсатор, то есть получается, заряжается, ведь и движение есть. И именно катушка. Но мы видим основные, то есть есть элементы. Есть как раз вот этот вот колебательный элемент, да. Если мы, допустим, сейчас удалим этот элемент, на его просто соединим вот так, то у нас колебательный контур, так же он работает. Но если мы соединим колебательный контур, то у нас будет, видите, как работать. Колебания у нас почти замедлится. В прошлом варианте хоть какие-то были колебания, а через сопротивление в этот раз нет. Сейчас мы еще, кстати, посмотрите, как у нас получается, можно увидеть именно колебания, в каком плане. Сейчас у нас получается, катушка выступает как сопротивление, и резистор возникает как сопротивление для источника питания. Поэтому у нас заряжается конденсатор. Конденсатор у нас полностью заряжен, и получается, когда мы отпускаем, у нас идет разрядка конденсатора. Идет постоянно разрядка, зарядка, разрядка, зарядка конденсатора. и поэтому у нас есть колебание мы тут есть уже расчеты можно то есть ввести либо отсюда польза расчетами то есть и подгонять смотреть а потом например 5 другой калькулятор где можно получается сделать как вам сказать где можно сделать расчет уже элементов которые нужны вы можете просто подбивать или каким-то полу готовым схем посмотреть но как работают есть вот как раз напряжение до которое проходит источник питания тут 5 вольтовый у нас работает да но мы увидим что на катушке индуктивности есть синусоиды до 12 вольт и конденсаторе и скачки то есть до 12 вольт на если мы сейчас посмотрите как они идут все идет синусоиды потому что у нас идет колебания плюс минус плюс-минус туда-сюда вот так вот интересный у нас работают именно клебательный контур нам увидим которого возникает колебание ну и так же мы можем увидеть как именно не действует в схеме вот можем зарядить на получается зарядить конденсатор и в катушке тоже зарядить ток чтобы увеличить именно это все скачками с я еще но вот так сделано добавлю так вот вода ну и тут мы вот увидим какое-то потребление то то есть проходит то есть мы видим что тут проход 50 миллиампер а тут и тут источник у нас тоже на 50 миллиампер никаких а те тут нет можете как работает можно даже сделать вот так и мы видим изменение дайте еще раз сделал беру напряжение сейчас не столь интересно да и мы видим как у нас колеблется то есть у нас тут полноценно полноценно нету 10 миллиампер то есть как было до этого у нас есть колебательный контур куда-туда сюда гуляет у нас пока у нас не разрядится получается конденсатор полос вместе с катушкой разряжается они не мгновенно то есть это идет колебательное движение мы измыкаем мы видим рода цепи видите как он восстановился да как он работает когда мы выключаем все это как это все работает вот сейчас у нас видите был полный заряд то есть 50 миллиампер а вот сейчас все это постепенно то есть схема начинает куда-сюда играть соответственно вот это вот есть как раз волна вот это резонанс движение энергии но и она будет конечно же пускаться это до нуля если увеличивать урасть урасть самой симуляции рано или поздно это закончится ну и соответственно тут только станцию то есть те наводки которые были у нас начали надеюсь вот так вот видео вам было интересно до введения калькулятор там схема которую можно было посмотреть как это все должно в теории работа точнее этот работает на практике из-за потому что вы сделаете это все на практике она так и будет работать говорю за внимание не забывайте подписан на канал ставить лайки стать вопросами комментарии до свидания